Незадолго до новогодних праздников Рошан осталась без работы, а ее дети без елки. Узнав о том, что главный символ Рождества можно получить бесплатно, сдав мусор, Рошан начала собирать пластик. Я потеряла недавно работу, я стараюсь сделать для детей все, что возможно, и вот у них будет елка. У меня не было никакого новогоднего настроения, но сейчас оно появилось. Акцию по раздаче живых елок придумал Лос-Анджелес и сотрудник компании по переработке мусора Эрл Сигал. Семь лет назад к нам пришла женщина, она сдала пластик для переработки. Я спросил у нее, а что вы сделаете на вырученные деньги, елку купите? А она ответила, что ей та же подарки не на что купить. И тогда я пошел с ней к ближайшему елочному базару и купил елку. Она плакала, плакала от счастья. С тех пор каждый год Эрл закупает тысячу елок. В этом районе Лос-Анджелеса позволить себе их может далеко не каждый. Я услышал про эту программу и пришел. У меня нет денег купить елку, и вот теперь она у меня будет. Я счастлив. У моего малыша будет елка на Рождество. В чудеса, говорит Эрл Сигал, он верит с детства. Этому его учили бабушка и дедушка, эмигрировавшие когда-то в Калифорнию из Киева. Но случатся они. Чудеса должны не только под Рождеством, считает Эрл. Я нанимаю на работу бездомных. У нас работают девять человек, которых я нанял с улиц. И вы никогда не поймете, что они были бездомными. У них есть медстраховка, зарплата. И я хочу пожелать другим компаниям поступать так же. Дайте людям, живущим на улице, шанс. Половину елок, говорят здесь, местные жители уже разобрали, обменяв на пластик и бумагу. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время Америка. Калифорния. Лос-Анджелес.